Еще 100 тысяч человек в жерло АТО. Украина готовит новую волну мобилизации, самую масштабную из всех, что были до сих пор. Тем временем на кладбище Днепропетровска обнаружено сотни свежих безымянных могил. Еще столько же выкопаны рядом, но пока пусты. О том, какую участь нынешняя киевская власть готовит трудоспособному населению Украины, наш обозреватель Алексей Петров. На Софийской площади Киева новобранцы батальона АЗОВ в полной экипировке прощаются с близкими. А это кладбище в Днепропетровске. Ряды свежих могил. Установить личности еще предстоит. Сделали экспертизу ДНК. Все понимают, эта траурная церемония не последняя. Рядом сотни вырытых ям. Судя по последним словам из Киева, как раз вовремя. Вот что заявил в фейсбуке советник Порошенко Юрий Бирюков. Будет очень тяжело и очень больно. И многие погибнут. А еще больше парней будут ранены. Увы. В этом одесском госпитале те, кто уже прошли мясорубку в Донбассе. Почти 200 человек. У многих не по одному ранению. Повторная вторая операция. Ну, самочувствие. Ну, что ж. Крепимся. Это самое главное. Этот человек согласился давать интервью только со спины. Офицер запаса недавно вернулся в Харьков с Донбасса. Но через несколько дней снова на фронт. Это вам объяснить тяжело. Это надо видеть. Это горе. Я видел глаза этих людей. Я видел ненависть, когда проклинают меня, мою семью. Скажите мне, как можно спокойно после этого спать? Когда реально понимаешь, что перед тобой не враг. Перед тобой мирный человек. Женщина, с отурванной рукой, ногой. И этот снаряд был мой. Среди тех, кто публично выступил против мобилизации, наш коллега, военный журналист Руслан Кацаба. Раньше он работал на канале 112. Делал репортажи с фронта. Но теперь уболился. Кацаба записал обращение, которое выложил в интернет. В армию не пойдет. Каждое такое насилие, ну, именно такое, как бы, братоубийственное, оно нас затягивает. Это горнило, назовем так, гражданской войны. И в гражданской войне нет победителей. Но президент Порошенко, кажется, журналисты Кацабу не услышал. Мобилизация объявлена. В этом году ожидаются сразу три волны. Почти месяц подготовки, потом сборы, стрельба и на восток. Призванные во время четвертой, пятой, шестой волны мобилизации, они после определенной подготовки будут принимать участие в зоне АТО. Власти рассчитывают призвать 100 тысяч украинцев. Украинцы рассчитывают на свои силы и умение сохраниться. На 50 сотен жителей Тернопольского района мы уже выписали повестки, кому три, кому четыре, кому пять раз. Многие боятся. Кто-то просто не открывает двери, кого-то родители не отпускают. А вы бы хотели вообще? Куда? Служить? Не. Что вы говорите, что? За кого? Недовольство зреет и на западе Украины, уж тем более в восточных регионах. В Харькове, где появились первые блокпосты, люди в растерянности. Судя по тому, что я слышу по телевизору, что мы довольно успешные, не несем почти, не несем потерь, я не понимаю, для чего нужна мобилизация. Объявление мобилизации, судя по всему, будет означать и отмену ряда отсрочек. Если подлежали призыву одновременно два сына или два брата, и раньше предоставлялась отсрочка одному из них на период прохождения службы другим, то планируется эту отсрочку убрать. Вот отправляется на войну батальон Винница. Вот бойцы другого батальона, Полтава, оттачивают навыки. А это еще один, 13-й батальон из Черниговской области готовится к отправке в Донбасс. Зенитка установлена на бронированном ЗИЛе. Все для фронта, все для победы. Кузов сделан из металла толщиной 4 на 16 миллиметров, довольно прочный. В Львовской области пенсионерка Баба Катерина тоже решила повысить боеготовность. Записалась на курсы молодого бойца. И говорят, автомат собирает лучше новобранцев. Если военные настроения в Киеве сохранятся, можно не сомневаться, для пенсионерки тоже найдется место в строю.